Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор «Дружба» на страницах книг Владислава Крапивина. Владислав Петрович Крапивин – советский и российский детский писатель, поэт, журналист и педагог, автор замечательных произведений, вошедших в Библиотеку мировой литературы и переведенных на многие языки мира. Он написал и сказочные истории для малышей, и фантастические о мальчишках, которым открыты пути по всем мирам огромной вселенной, и повести о мире, в котором мы проживаем без всякой фантастики, о детских бедах, победах и верной дружбе. Повесть «Оруженосец Кашка» Владислава Крапивина о настоящей мужской дружбе, о смелости, честности, отважных мальчишках, которые в трудную минуту придут на помощь. Главный герой этой истории два обычных мальчика – 10-летний Володя Новоселов и 7-летний Аркашка Голубев, которого все зовут просто Кашка. Вроде бы все у Кашки хорошо. Есть родители, бабушка хоть и строга, но очень его любит. Но у Кашки нет друзей, а есть выдуманная сказочная страна, населенная чалотяпиками. Чалотяпики разные. Летчик из сломанного самолетика, оловянный мотоциклист, морской капитан, сделанный из поплавка и спичек, старый ворчливый шишан из зиловой шишки и матрешка, самая маленькая из всех матрешек. Мальчик Володя – веселый и симпатичный парень. Прошлым летом он подружился с девочкой Надеждой Виткиной и в этом году снова хотел поехать к ней, да не вышло. И вот Кашка и Володя встречаются в летнем лагере «Синие камни». Летом в пионерском лагере не приходится скучать, потому что каждую неделю проходит волна. Словом «волна» в лагере называют массовое увлечение. А что такое массовое увлечение, знают все. Когда один что-то придумывает, то его тут же подхватывают остальные ребята. И на лагерь накатывается волна. Шляпная, свистковая, разбойничая, ракетная, волна ужасов. Но вот стрелы объявлен рыцарский турнир по стрельбе из лука. Володя становится рыцарем, а его оруженосцем становится Кашка из отряда «Малышни». Володя очень расстроен тем, что его напарник не только мелкий, но еще и такой тихий и застенчивый. Но не стоит же из-за этого не участвовать в поединке великого и непобедимого рыцарского ордена. Впереди турнир по стрельбе из лука. Накануне соревнований Володя поручает раскрасить стрелы, но оруженосец путает краску. Вместо быстро сохнущей использована масляная. Поэтому Володе не удается выиграть в турнире, за что он очень рассержен на Кашку. Кашка это сделал не со зла. Он просто очень хотел подружиться со своим товарищем. Он видит Володе настоящего друга, которого ему так не хватало. Он хотел быть всегда рядом, помогать ему во всем, готов был броситься за него в драку, даже спасти Володю, когда вдруг появилась собака, которая рычала, словно собиралась наброситься, но не успела, так как пришел хозяин и увел ее. С тех пор Володя и Кашка очень подружились. После смены оруженосец зовет друга приехать к нему в гости. Но Володя не может, так как хочет ехать домой к родителям. Но в последний момент он все меняет и решает, что обязательно исполнит свое обещание и едет в гости, так как у них настоящая дружба. Замечательная детская книга о настоящей дружбе «Та сторона, где ветер» Владислава Крапивина рассказывает о жизни обычных мальчишек. В ней описан мир, который уже ушел. Ты, читатель, живешь в другом, но мальчишки во все времена остаются мальчишками. А чудо книги в том и состоит, что, когда ты ее читаешь, время отступает, все происходит здесь и сейчас. Герои той стороны живут в городе у большой реки. На реке гудят пароходы, мальчишки знают их по голосам. Компьютеры, DVD-плееры, обмобильники – всего этого нет. Кстати, йогуртов и сникерсов нет тоже. А вот телевизоры уже есть с черно-белым изображением. Но далеко не в каждом доме. Ну и хорошо, потому что антенна на крыше мешает запуску воздушного змея-конверта. А именно этим и занимаются Генка, Яшка, Воробей и Шурик. Потому что пришел август, а август – пора ветров. Дашкаленок Илька по прозвищу Гонец им завидует. У него змея нет. Это сейчас все можно купить в магазине. А в то время никому и в голову бы такое не пришло. Да и магазинов было мало, мир был прост, и в нем все надо было делать своими руками. Тех, кто умел что-то делать хорошо, уважали. Но это не про Яшку. Его шмель высоко не взлетал и к тому же время от времени падал. Каждый день поднимались над городом самодельные конверты. Их было много, и у каждого свои позывные. А выше всех парил Генкин кондор. Вот только редко. Потому что хозяин кондора попал в беду и злился на весь мир. Лето кончается, он так и не исправил двойку по английскому. Напрасно каждый день ждала его в школе англичанка. Генка прогуливал занятия. Все равно все бесполезно. Ну, не понимал он этот английский. И все тут. Ни крутая затрещина отца, ни слезы матери уже не могли ничего изменить. По всему выходило, что он останется в пятом классе на второй год. В общем, в этот август Генке было не до кондора. Его беда казалась ему очень серьезной, неодолимой и заслоняла весь мир. И вдруг в небо поднялся змей без опознавательных знаков. Высоко, выше всех. И не отзывался на приветствие. Видно, его хозяин считал себя очень крутым и презирал всех остальных. И Генка решил сбить этот нахальный конверт. Ну, а что из этого вышло? И как Генка понял, что есть беды и посерьезнее, вы узнаете, прочитав эту книгу. И, может быть, найдете в ней себе друзей, по которым, закрыв последнюю страницу, будете скучать. Та сторона, где ветер – это повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами. О настоящей дружбе. О том, как научиться любить и понимать друг друга. О тех, кто никогда не встанет к ветру спиной, даже если это очень сильный ветер. Одной из ярких и любимых детьми книг Владислава Крапивина стала повесть «Дитя синего фламинго». Эта история случилась с Женей Ушаковым. По дороге к бабушке он встречает незнакомца, который рассказывает мальчику выдуманную грустную историю жителей волшебного острова Двид. Незнакомец просит Женю о помощи, уговаривает ехать на остров и спасти всех жителей от ящера, сразившись с ним. С этой встречи начинаются самые фантастические приключения мальчика, которые помогли ему найти новых друзей, победить зло и поверить в добро. Читая эту повесть, понимаешь, что и сейчас она актуальна. В ней поднимаются такие темы, как дружба, справедливость, верность и, конечно же, торжество добра над злом. Детей торопят расти, чтобы скорее отправить их во взрослую жизнь, в которой уже нет места детству. Взрослые редко прислушиваются к мнению детей, считая, что они еще неразумны, что хорошая жизнь – это жизнь размеренная, похожая на замкнутый круг. Дети же видят дальше. Они не ставят себе рамки выражения эмоций и чувств. Их жизнь полна красок, со всеми радостями и разочарованиями она настоящая, не искусственная. Жители острова Двид ни к чему не стремятся и ни о чем не мечтают. Все они, напуганные и обманутые, служат порядку и боятся любых перемен. Жизнь на острове похожа на затянувшийся дождливый вечер. Но здесь, как и везде, все дети рождаются смелыми, значит, железный ящер несвободы однажды будет побежден. И читателю легко поверить происходящее на страницах книги, потому что автор постоянно сталкивает персонажей с несправедливостью жизни. Крапивин в какой-то мере жесток собственным героям, но честен. В современном мире мятежники неудобны для обывателя, а потому всегда находятся под прицелом. Главное, что дарит писатель героям – дружба. Даже сегодня существуют выражения «крапивинские мальчики», мятежники, романтики и мечтатели собственным взглядом на мир, мужественные защитники, способные на серьезные поступки. Предлагаем вам также познакомиться и с другими книгами Владислава Петровича Крапивина. Продолжение следует...